Всем здравствуйте! Эфир телеканала Катунь24 продолжает выпуск новостей. С вами я, их ведущий, Антон Скаль. Вот главные темы к этому часу. Посевная кампания выходит на финишную прямую. Сколько запланированных площадей засеяли, расскажем в выпуске. В Мамонтовском районе дороги, ведущие к двум предприятиям муниципалитета, разбиты. Будет ли ремонт? Томские кардиологи научно-исследовательского института приехали в Парнаул, чтобы обследовать детей с заболеваниями сердца. Подробности далее. Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер будет достроен в соответствии со всеми требованиями качества и строительных норм. Губернатор Виктор Томенко побывал на объекте и оценил состояние медицинского долгостроя. Новый противотуберкулезный диспансер Новоалтайский начинали возводить еще в 2011 году. Но из-за нехватки средств строительство заморозили. Возобновилось оно в ноябре 2017 года. Постройки простояли без консервации несколько лет, что привело к деформации конструкций. Часть пришлось демонтировать. На сегодняшний день с Алтай-граждан проектом заключен контракт на корректировку проекта противотуберкулезного диспансера. В ближайшее время он должен пройти госэкспертизу. И только после этого можно будет начинать строительные работы в полном объеме. Губернатор Виктор Томенко поручил тщательно провести экспертизу нового проекта. С НИПом, прочим всем медицинским требованиям, не переплатив при этом деньги, ни за оборудование, ни за стройку, ни за что, лучше потерять в сроках. Лучше потерять в сроках, но в качестве и в деньгах, чтобы все было четко. Строим мы долго, но строим потом на десятилетия. Поэтому надо все сделать путем. По словам министра здравоохранения края Дмитрия Попова, из федерального бюджета на достройку противотуберкулезного диспансера выделено 180 миллионов рублей и 200 миллионов из краевого бюджета. Тариф на вывоз мусора в Алтайском крае составляет около 68 рублей. Это ниже аналогичных показателей в среднем по стране. Об этом сегодня журналистам сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гелев и министр природных ресурсов и экологии Владимир Попридухин. В рамках действия мусорной реформы край поделили на 7 зон. В них работают операторы по вывозу бытовых отходов. Предстоит еще большая работа, чтобы обеспечить потребность, необходимо установить 10-15 тысяч контейнеров на сумму около 400 миллионов рублей. Эти услуги оказывают в большинстве городов и сел Алтайского края. В некоторых из них централизованного вывоза мусора не существовало вообще. 243 населенных пунктов, это 1775 тысяч человек, примерно чуть больше 70% населения края. Из этих 243 населенных пунктов порядка 80 населенных пунктов, это те населенные пункты, обычно это малого размера населенные пункты, где ранее вывоз мусора централизованно не осуществлялся. Также на пресс-конференции сообщили, что в Барнауле построят новый завод по утилизации медицинских отходов первого класса опасности. Его планируют запустить уже в следующем году, и инвестор вложит в объект порядка 50 миллионов рублей. К 2024 году 60% отходов должны идти на переработку. Это втрое больше, чем сейчас. Заплатил за себя и за того парня, жителям Алтайского края, приходят счета за вывоз мусора на родственников, которые с ними уже давно не живут, а некоторых и вовсе нет в живых. Разбиралась ситуация и наша съемочная группа. Гоголевский сюжет на новый лад. Только здесь мертвые души не признак зажиточности, а графа в коммунальной платежке. Весной этого года Юлия Дудинова работала представителем регионального оператора на территории Бобровки. И неоднократно сталкивалась с тем, что счета за вывоз мусора приходили на людей, которых нет не просто в селе, а в живых. Очень много, ну процентов 10-15 точно, что люди, которые уже умерли, по их адресу приходили письма. Ну просто мы их не разносили. Я не могла сообщить, например, подойти к матери и сказать, ваш сын умер 6 лет назад, вот возьмите, оплатите за него мусор. Это просто было бы кощунственно. Платить приходится и за тех, кто прописан в доме, но фактически в нем не живет. Бывает, пенсионерам приходят платежки на детей, которые не живут у них десятки лет. Вопрос приходится решать напрямую с регоператором, либо через сельскую или районную администрации. На данный момент пока прецедентов решения вопросов в судебном порядке еще не было. То есть с людьми выходим на место, мы подключаемся, помогаем, помогают и сельсоветы, главы сельсоветов. То есть работа проводится в системном режиме с населением, люди после диалога поплачивают, все как положено. Списки фактических жителей до сих пор не собраны до конца. И до тех пор, пока эта проблема не решена, жителям сел будут приходить квитанции за мертвые души. Вадим Слюсарев, Денис Шубин, Дмитрий Козерлыга. Новости. Пассивная кампания выходит на финишную прямую. Агрария и края засеяли 75% запланированных площадей. За месяц высадили зерновые культуры, пшеницу, овес, ячмень. Масленичные культуры, подсолнечник, рапс, лен. Яровой сев выполнен на 72%. Засеяли 3 миллиона гектаров площадей. Зерновые культуры на 67%. Посевные работы завершат в 10-х числах июня. На сегодня мы заканчиваем посев зерновых. Однолетние травы закончили. Кукуруза подходит к концу. И мы закончим после 1-го числа это гречихой. Тему посевной продолжим в программе интервью дня. Гость студии Николай Халин, заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края. Смотрите в эфире нашего телеканала в 17.15. Ну а сейчас к другим новостям. В Мамонтовском районе дороги, ведущие к двум предприятиям муниципалитета, разбиты. Проехать по ним не могут даже грузовики. А рабочим зачастую приходится идти на завод пешком. Все подробности в нашем следующем материале. Мамонтовский молочный завод – значимый для района работодатель. Предприятию уже 18 лет. Здесь трудится около ста жителей села. Но добраться до работы нормально они не могут. Приходится объезжать ямы по обочине. Единственная дорога к заводу разбита. Дорожного покрытия почти нет. Лишь островки асфальта среди ухабов. Газик автомобилей по нашим дорогам ездит каждый день. Разные маршруты, разные деревни. В соответствии от наших дорог у нас сыпется ходовая часть. Это начиная от рулевых тяг, подшипники и все. Вот буквально в данный момент меняем рулевую поперечную тягу. Разбило наконечник. Сегодня? Сегодня вот приехал с рейса. Подходит ко мне и говорит Владимир. У нас разбило, нужно менять. Идем на склад, берем запчасти. Соответственно слесаря помогают. Меняем, чтобы завтра выехать на наши прекрасные дороги. Хотели делать сами, нам отказались, сославшись на то, что у нас нет ни проекта, ни каких-то там бюрократических заморочек. Было отказано. Ну а вы хотели делать проект? Это ведь всегда проектно-смертная документация, это подразумевает? Видите, нам как объяснили, то есть строительством дорог может заниматься только автодор и никто больше. То есть все остальные, это незаконно, неправильно и опасно, как они сказали. Еще хуже обстоят дела с дорогой в село Черная Курья. Здесь расположено крупное предприятие по переработке молока. Ремонта покрытия не было несколько лет. И каждая поездка в село – испытание на прочность для автомобиля и подвиг для водителя. Молоковозы ходят так же, представители каких-то компаний приезжают, смотрят дорогу, перевозчики отказываются возить зерно. КамАЗ уходил даже зимой за ям, уходил в кувет, то есть ночевал, вытаскивали его, как бы, ну, много трудностей. Руководители предприятий готовы вложить собственные средства в ремонт. Понимают, их транспортный парк также виновен в разрушении полотна. Но сделать это не могут. Все упирается в сложности при составлении проектно-сметной документации. За комментарием мы обратились в региональный автодор. Нам рассказали. В этом году в Мамонтовский район направили около 60 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Строительные работы по ремонту дороги идут. В том числе приводят в порядок те участки, по которым проходят школьные маршруты. Часть средств направят на обновление школьного пешеходного перехода в центре Мамонтово. Планируется привести его в соответствии с национальными стандартами. А также расширить тротуары, заменить ограждения на улице Партизанской в районе учебного заведения. Начнутся работы 1 июня. Контракты заключены по ремонту. Я думаю, до 1 июня к работам приступят. Сейчас завершают работы о подготовке дорог к лету. Именно ямочный ремонт, обстановка, восстановление всех зимних проблем. У них еще они сохранились по поводу обстановки, покраски. И поэтому, я думаю, до 1 июня ко всем работам приступят. Контракты на данный момент уже с центральным ДСУ заключены. В порядок приведут не только дорогу к школам, но и отремонтируют улично-дорожную сеть поселков района. На эти цели из бюджета выделено 16 миллионов рублей, что практически в два раза больше, чем в 2018 году. Что же касается дорог к двум предприятиям, то в Автодоре нас заверили, что в будущем пожелания жители учтут и внесут в план на 2020 год необходимые участки трассы. Владислав Кириенко, Евгения Князева, Денис Кузьменко. Новости. Томские кардиологи научно-исследовательского института приехали в Барнаул, чтобы обследовать детей с заболеваниями сердца. С собой они привезли высокоточный аппарат УЗИ, которого в Барнауле нет. С утра и до позднего вечера в клиническом центре охраны материнства и детства на новейшем оборудовании работали 4 кардиохирурга. За сутки они приняли более 100 пациентов. Все подробности далее. Огромная очередь в кабинет кардиохирургов собирается в центре охраны материнства и детства два раза в год – осенью и весной. Именно с такой частотой сюда приезжают томские специалисты уже 10 лет. Специально привозят высокоточный аппарат УЗИ. На прием со всего края съехались более 100 пациентов с болезнью сердца. Маленькому Марку повезло – его диагноз не опасен для жизни. Мама привела мальчика на плановый осмотр. Еще когда был в утробе, у него обнаружили изменения аорты. Это не так серьезно, но требует постоянного наблюдения. Нам операция не нужна. Мы пришли просто на обследование. Нас кардиолог отправил, чтобы раз в полгода следить за нашей аортой. У нас сосудистое кольцо. Там немножко изменения идут аорты. Поэтому нужно контролировать. Ребенок растет. В динамике смотреть. За полгода до приезда томских врачей местные кардиологи составляют список детей, которые попадут на прием. Родителям сообщают заранее дату и время консультации. Кстати, за прошлый год в крае зарегистрировали около 600 диагнозов – врожденный порог сердца и нарушение ритма. Всегда есть дети, которым помощь необходима как можно скорее. В прошлом году хирурги помогли 240 таким пациентам. Их направили в Томск и планово прооперировали. Принимают врачи бесплатно. На таких детей из федерального бюджета выделяется квота. У всех, кому оказана госпитализация к нам, либо для обследования, либо для проведения оперативного лечения, мы берем всех. То есть мы никому не отказываем, если это надо, вплоть до экстренных детей. То есть если тяжелые дети с врожденными пороками сердца, их везут в скорой помощи, берем их сразу. Насколько я знаю, да, в реанимации лежит ребенок на ВЛ с врожденным пороком сердца и сейчас решается вопрос о том, когда он будет госпитализирован. Врачи проводили прием вплоть до 11 часов вечера. За день они обследовали более 100 детей. Одного пациента с тяжелым пороком сердца незамедлительно направили на операцию в Томск. В основном нуждающимся готовят квоты. Многим назначено медикаментозное лечение. Вернутся томские хирурги следующей осенью. Наши медики уже начали формировать списки на следующий визит специалистов. Елизавета Конева, Роман Хайрулин. Новости. На этом у меня все. И помните, если хотите первыми узнавать о самых важных событиях в жизни Алтайского края, смотрите телеканал Катун-24.